1, 2, 3, 4 Юля 13 августа пригласила меня на акцию Юля сделает доброе лицо А то он такой серьезный А как будто это интервью поздно Поехали 13 августа 2016 года В парке строителей города Ангарска Постоится мероприятие Не просто мероприятие, а марафон Марафон, в котором будут участвовать Общественные организации, зо-волонтеры Передержки, приюты, все любители животных Это будет мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты бездомных животных Приглашаем всех Оно будет проходить с 10 утра до 7 вечера Родители, особенно с детьми, приходите Потому что я думаю, что это будет интересно Важно И детям с самого раннего возраста Нужно понимать, что они в ответе За тех, кого приручили Будут аниматоры, библиотечная сеть Будут развлечения И, конечно, много животных Думаю, Ангарский зоопарк и школа Алюр И клуб Факир Это служебное собаководство Обязательно примут участие В нашем марафоне Итак, еще как бы делается причина По которой проводится данное мероприятие То есть вполне возможно Кто-то почувствует в себе Зов сердца И решит стать волонтером Потому что таким организациям Очень нужны волонтеры Юлечка, кто такие волонтеры, пожалуйста В двух словах Волонтеры это добровольцы Это те, кто добровольно занимается Какой-то благотворительной деятельностью Без оплаты Есть помощники Есть волонтеры Есть люди сочувствующие Чем волонтер отличается от других людей? Он углубляется в тему Он начинает разбираться в этой тени Более глубоко Он этим занимается планомерно Целенаправленный Достаточно длительный промежуток времени Окей Я когда была в гостях у Юли В приюте Я видела собак Которые не даются в руки На данный момент В приюте у Юли Порядка 45 собак Вот было, когда я была А сейчас Приблизительно столько же Доходит до 50 Выше Это уже слишком много Поэтому Вот это ограничение Которое Вот И среди собак Которые были в приюте у Юли Были собачки Которые не даются в руки И тогда я поинтересовалась А вообще зачем То есть Они как-то приручатся Их раздадут Но на самом деле Существует такое понятие Как территориальные собаки И я первый раз в жизни услышала Что есть такие территориальные собаки Вот Это собаки Которые выросли В дикой природе Либо вдали от людей Эти собаки Никогда не дадутся Человеку в руки То есть даже если Первые там 6 месяцев 4 месяца Щенок рос просто Сам По себе С мамой Где-то в ямке Под гаражом Или под крыльцом Не знаю Ресторана Как у нас там оказывается Может быть Это так называемые Потом вырастают Территориальные собаки Вот скажи Юлию Пожалуйста Поподробнее Зачем нужны такие собаки И Может быть Меня сейчас смотрят фермеры Которым Действительно Это может пригодиться На самом деле Оля прозвучала Не один А как минимум Больше трех вопросов Поэтому Начнем с тех Которые находятся В приюте И что это за собаки Почему они не даются в руки Почему они задержатся Да Потому что Смысл собаки Вот для меня Как для человека городского Я не понимаю Смысла собаки Которая Зачем там вообще Должна быть На этой земле Если она вообще Не дается человеку в руки Что это за собака такая Стаи пугают людей Количеством Поэтому Здесь Не в том вопрос Что мы стерилизуем Собаку И выпускаем Место обитания Это не просто работа Серьезная работа Стаи должна Определенную территорию Она держит Не превышать Определенного количества Голов Для того Чтобы не стать опасной Вот Сколько там нужно На территории Сколько людям Не мешает Сколько прокармливается Столько и должно быть Те собаки Которые не даются в руки И дикие У нас на передержке Это щенки Которых забрали Слишком поздно Если они переросли В возраст Два с половиной Три месяца То приручить их Практически невозможно Это тратится Громадное количество усилий Это как раз сказано Для тех людей Которые кормят И включают свое сознание Что они уже не могут прокормить Когда щенкам Уже по шесть месяцев Они готовы размножению К следующему Да, кстати В двух словах Что собачка Становится половозрелой Буквально через шесть месяцев С того момента Как она родилась Соответственно Мы забрали щенков И не можем вернуть их В места обитания В три месяца И эти щенки Как правило Уже не приручаются И не даются в руки Единственное Что происходит С этими собаками Какие-то из них Садятся на цепь Какие-то нет Какие-то только Вот вольерное содержание Этих собак Мы максимально Приручаем к рукам Приучаем к человеку Они не агрессивны к человеку Они зависимы от человека Пристройство идет очень редко Но собак забирают сразу Вот с вольера Несколько штук Три, четыре, пять собак Забирают Как правило Фермеры Которые Сначала их содержат в вольере Прикармливают к себе Приучают к себе Зачем Затем выпускают на территорию Эти собаки Живут свободно Не пускают на большие Там большие Там гектары земли На эту землю Других собак Не даются в руки Ну скажем Маргинальным гражданам Которые хотят их съесть И защищают территорию От входа Диких животных Лис И волков Поэтому Территориальные собаки Пристраиваются Таким образом Редко Но пристраиваются Содержим до пристроя Да, они не нужны Их невозможно Содержать в квартире Или в частном доме Не самый удачный вариант Территориальные собаки Это второй вопрос Для чего они нужны Для чего они нужны Фермерам Объяснила В основном Собаки в нашем городе Они концентрируются В пригороде Во-первых На дачах Их очень много бросают В пойме В пойме китое Кстати В пойме китое Были случаи Что на маленькую собаку Могла наброситься Свора И разорвать ее Бывает такое Они защищают Свою территорию Поэтому на эти территории Страшно выходить Гулять Со своими животными Тем более Без поводка И страшно Выходить И с детьми И людям То есть Стая должна быть Регулируемой И управляемой Так вот Регулируемая Управляемая Стая Где стерилизованные Собаки И вакцинированные От бешенства Это очень важный вопрос Которые прошли отлов Прошли этот цикл И выпущены В места обитания Стая обязательно Прореживается Щенки все изымаются То есть нельзя допустить Роста стая Нельзя допустить Того Чтобы она стала Опасной для человека Вот это Санитарные И территориальные Собаки Которые защищают Город И от грызунов В том числе Грызуны Это бич городов Грызуны Точно так же Выходят И из леса И точно так же Приходят К нашим мусоркам Где питаются Собаки Защищают От грызунов От лис От входа Диких животных И от входа Других собак На эту территорию Итак Собачки на улице Для вас это не является проблемой Пока вас не укусила на улице Например Ничья собака Пока вашего ребенка Не укусила ничья собака Которая щенилась Под крыльцом Где-то недалеко От вашей работы То есть это превращается в проблему Уже по факту Юля Что вы делаете для того Чтобы Это было не так страшно Соседство вот таких собак Рядом с вашим домом Рабочим местом Там где могут играть ваши дети Агрессия собак Это как правило Результат Результат биологических процессов Это течки Когда собираются в кобеле Это собачьи свадьбы Когда они сбиваются в стаи Сука Которая охраняет свое потомство Или ищет место Где она родит это потомство Это все вот моменты агрессии животных Домашних животных Поэтому Стерилизация Снимает основные моменты агрессии Это во-первых Во-вторых Нельзя допускать большого количества собак На одной территории То есть Если уж так случилось Что родились щенки Этих щенков надо изымать Пристраивать Приручать Приручать Причем в раннем возрасте Да То есть люди Пока вы кормите хорошеньких Слепеньких Кудряшей таких Вот Которые там где-то Не знаю Тусуются около вашего подвала Или там Веранды Где-то там В детском саду Например Все их подкармливают И все начинают Только звонить Юле Когда уже Это превращается В проблему Когда щенки Становятся огромными Мы уже говорили Да Что совершенно Не ручными И это же самое Происходит Между прочим С котятами Кстати О птичках Но о кошках Мы поговорим Попозже И вот Мне бы хотелось Именно поднять Проблему Блох Бешенство Лишаев Чего уж Греха таить У нас Бездомные животные Не стерильные Далеко Заболеваниями Совместимые с человеком Безусловно Такие случаи и есть Лишаев Это самое распространенное Гельменты Не самое распространенное Потому что Разнообразие гельментов Очень Ну скорее Животное страдает от него Человек заражается Редко От собак и кошек Чаще всего От речной рыбы И немытых рук Как правило Заражается Мы говорим О заболевании Наверное Самым страшным Это бешенство Бешенство в России В советское время Нашла плановая Система вакцинации Животных Сейчас у нас Нет вакцинации Оральной вакцинации Диких животных Лис и волков Практически нигде Хочется отметить Что в этом году В Сибири Горела тайга Лиса горели И как следствие Вот уже несколько лет назад В пойме Китоя И где-то на комбинате Стали тусоваться лисы Причем Лиса с лисятами Да Это видят Наши жители Это видела В частности Вот Татьяна С которой мы сейчас Гуляли с собаками Она шла по пойме И там бежала Очень красивая Рыжая лисичка В белых носочках С белой грудкой Очень красивая Огненная Шерсть блестит Летела очень красиво И легко Это было Около казачьего войска То есть там Где живут люди На автоколоннах Тусуются лисы На комбинатах Тусуются лисы То есть понимаете Пока гром не грянет Мужик не перекрестится Лисы являются Переносчиками Чего у нас? В первую очередь Бешенство То есть если вы видите Лисичку Не надо с ней Пытаться задружить Она может вас укусить И у вас потом Начнутся большие проблемы Бешенство Бешенство Заболевание Неизлечимое И не диагностируемое Анализы можно взять Только у трупа животного То есть таким Развитие Мне трудно сказать Это не вирус Наверное Но во всяком случае Развитие заболевания Идет до 40 дней И если вы укусило Животное Вы не знаете Бешеное Ну или не бешеное То 40 уколов Это момент Который вы Обезопасите себя От заболевания Которое Будет неизлечимое И если Да Еще буквально Там я не знаю Пол Ну 2-3 года назад Я звонила И говорила Мне надо привить Мою собаку Там от бешенства Мне говорили Успокойтесь Девушка На территории Региона Иркутского 150 лет Не регистрировался Ни один случай То сейчас Когда волки И лисы Уже появляются Не в черте города Но очень близко С нашими домами Ребята Это уже не все Так весело Становится Субтитры сделал DimaTorzok I think your shoes Are sick Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok